Всем привет! В прошлом видео я обещал вам показать леску, цена которой в три раза дешевле, чем цена Berkeley FireLine. Вот она. Это PE Ultra Elite M8 от компании Aqua. Циферка 8 в названии намекает нам на то, что эта леска восьмижильная. Также на это нам намекает и вот эта вот картинка. Заявленная разрывная нагрузка у нее 15,9 килограмм при диаметре 0,2 миллиметра. Леска у нас вот в таком ярко-желтом цвете и по ощущениям она достаточно мягкая. Если ее попытаться вот так согнуть, то загиб на ней не остается, в отличие от того же FireLine. Зато FireLine такое ощущение, как будто чем-то пропитан. А вот это я не знаю. Как она поведет себя на воде, я думаю мы узнаем в конце сезона. Ну а сейчас давайте измерим ее диаметр и разрубуем нагрузку. Ну и узнаем, стоит ли переплачивать. Так, давайте завяжем узелок, как в прошлый раз, для того, чтобы измерить диаметр. И возьмем непример. Завожу узелок между губками посередине. И микроотводом поджимаю. Ну вот, у меня получилось чуть больше, чем 0,4. То есть, если разделить пополам, то это как раз 0,2. Диаметр ее соответствует. Для интереса давайте попробуем еще замерим ее без узла. Но в таком случае диаметр получится заниженным, потому что микрометр сожнет леску. Вот, у меня получилось 0,18. 0,18 диаметр. Какому измерению верить, решайте сами. В общем, еще одна попытка. Я взял разводной ключ, я буду им помогать, если мне будет тяжело кручить. 7 килограмм. 9, 10, 11, 12, 13, с половиной. 14. Чуть больше 14 килограмм получилось. Итоговый результат у нас получился чуть больше 14 килограмм. Я провел опыт еще несколько раз и он отличался там порядка 300 грамм в разные стороны. Я думаю, что с учетом погрешности, это вполне нормально. И леска в принципе соответствует заявленным характеристикам. Стоит или нет переплачивать, каждый решает для себя сам. Ну а вы напишите в комментариях, тест какой лески вам хотелось бы увидеть. На этом все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, поделитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И ни хвоста вам ни чешуи.